Готов? Стой! Две, два, один, старый! В игре, как на войне, с неподдельным азартом приступают к штурму участники турнира по военно-тактическим играм Московской области. Сразиться в страйкболе и лазертаге в Кубинку приехали более 400 любителей острых ощущений. Так что в этот день в парке Патриот свистели пули, пусть и пластмассовые, но противостояли друг другу бойцы с головы до ног в защитной амуниции. Фанаты страйкбола есть практически в каждом городе Подмосковья, однако возможность участвовать в настолько масштабных соревнованиях у них появилась относительно недавно, когда была создана Федерация военно-тактических игр под руководством Михаила Галустяна. «Задача, чтобы не только те, кто уже играет, играли, а еще и новые участники появлялись, становились, чтобы было как можно больше членов Федерации. Считаю, что в Московской области есть все предпосылки к тому, чтобы военно-тактические игры развивались». «О том же страйкболе достаточно давно знаю, много друзей им занимаются, уже лет 10 ездят на различные площадки, встречаются между собой, но теперь у нас есть уникальная возможность это преобразить уже как вид спорта и формировать сборные команды регионов и соревноваться уже на более высоком профессиональном уровне». Банки, магазины, полицейские участки и даже вымышленное посольство – буквально целый город, в котором опасность стоится за каждым углом. Игры турнира проходят в довольно реалистичных декорациях. Атмосферы горячей точки добавляют и выстрелы холостыми. «Такой турнир не то, чтобы для новичков. Здесь важны стратегия и тактика. Вместо потока автоматной очереди стрельбу ведут прицельными одиночными выстрелами, надолго затаившись за баррикадами. Провели зачистку, продвигаются вперед. Главная цель – захватить штаб противника и опустить его флаг». «Скрою, пошел!» «Славку радовской команды опущен! Щелкова становится чемпионом!» «Ура!» Игры соревнований по лазертагу и страйкболу шли параллельно на двух полигонах. Турнирная сетка соревнований была выстроена по олимпийскому принципу «на вылет». Участие приняли 16 команд. Среди них не только любители активного отдыха, но и те, кто считает такие соревнования настоящим залогом военно-патриотического воспитания молодежи. Так, щелковская команда 13СБ, ставшая чемпионом турнира по страйкболу, нередко привлекает к играм подрастающее поколение. «Мероприятие на самом деле важно. Несет некое патриотическое воспитание молодежи. Естественно, с молодежью надо заниматься. Тогда она будет у нас и честной, и достойной, и мы будем ей гордиться». Второе место в турнире по страйкболу заняла команда Пушкинского района. Бронза досталась страйкболистам из Одинцова. В соревнованиях по лазертагу победу одержала команда из Можайска.